Подкуп голосов Говорить, что эти негативные факторы искоренены не приходится. Как показывает практика, ни одно дело не дошло до суда. Сейчас меры ужесточают. Согласно новому закону, подкуп или продажа голосов на выборах будут одинаково наказуемы. В незначительных случаях нарушитель обойдется штрафом. В более тяжких обстоятельствах предусмотрено до двух с половиной лет лишения свободы. Ответственность, которая предусмотрена в законе, это штраф от 180 до 220 тысяч суммов. А вот ответственность кандидатов, их представителей и родственников, она гораздо больше. Конечно же, это штраф от 220 до 260 тысяч суммов. Еще один главный пункт документа коснется чиновников, злоупотребивших должностным или служебным положением. В случае вмешательства в деятельность избирательной комиссии с целью повлиять на ее решение, либо преднамеренной попытки нарушения работы или фальсификации данных государственных систем, государственный или муниципальный служащий, в лучшем случае должен будет оплатить штраф в размере 30 тысяч суммов. Противным лишится работы. Кандидат на определенную должность предоставляет заведомо ложные сведения, например, касающиеся гражданства или других каких-то аспектов, например, судимости. То есть тех аспектов, которые препятствуют ему баллотироваться кандидатам, он утаивает их, либо дает заведомо недостоверные сведения об отсутствии таких препятствий. Если это нарушение совершено лицом, которое уже занимало определенную должность, государственным, муниципальным служащим, то в дополнение к штрафу, который предусмотрен для всех, добавляется наказание в виде запрета занимать определенные должности. В случае нарушений прав избирателя обращение граждан в суд продлено на три дня. Называть плюсы или минусы нового закона эксперты пока не спешат, но расценивают его как шаг для проведения прозрачных выборов. Граждане должны сами проявить активность и сами должны требовать исполнения закона. Ну, если брать прежний опыт, то мы видели часто, когда за какие-то материальные ценности избиратели пытались продать и как бы отдавали свои голоса. Но мы тогда считали и сейчас считаем, что это был очень безответственный подход самих граждан. Стоит отметить, в Кыргызстане парламентские выборы намечены на 4 октября. Исходя из горького опыта предыдущих плебисцитов, эксперты призывают граждан со всей ответственностью подойти к выбору партии в Джогурку-Кенеш.